Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами на прямой связи по скайпу сегодня священнослужители Русской Православной Церкви, Протеерей Алексей Уминский. Отец Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Телефон на прямого эфира в нашей студии 672 12 93 9 и 672 13 93 9. Звоните. Также можно звонить нам из-за рубежа код плюс 371 и отправляйте ваши вопросы по WhatsApp 230 6191. Я повторю номер 230 6191. Мы будем зачитывать их в ходе нашего эфира сегодня. Да, отец Алексей, ну вот православные встретили Пасху, мы вас поздравляем. И до этого, недели раньше, Пасху отметили католики. Но их праздник был омрачен печальным событием, потому что 21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов на территории трех церквей, трех отелей. В результате терактов только по официальной информации погибло 253 человека. И вот ответственность за эти взрывы, как известно, взяла на себя ИГИЛ, да, исламское государство, террористическая группировка. Можно ли сказать, что сегодня исламская угроза – это главный вызов, который стоит перед христианской верой? Ну, я не думаю, что это вызов именно христианской веры. Я думаю, что это, в принципе, просто вызов иной цивилизации, иной культуре. Это вообще вызов терроризма, а не вызов иной религиозной системы, иной веры, обращенной к другой вере. Понятно, что террористы, которые называют себя исламским государством, организация, которая в России запрещена, – это экстремисты, это не большинство верующих, это совсем не те мусульмане, которых мы встречаем в большинстве своих на улицах, с которыми мы общаемся. Вот как я общаюсь каждый день с рабочими, которые приезжают из Средней Азии, в Москву, и это очень добрые, открытые люди. Понятно, что это принципиально иной мир, это мир, в котором постоянно существуют угрозы терроризма. Мы вспоминаем о недавних терактах в Новой Зеландии, когда, наоборот, молящиеся мечети, прихожане мечети были расстреляны фашистовыми молодыми людьми, которые более 70 человек было убито во время пятничной молитвы. Мы видим, что сам в себе терроризм может облачаться в любые одежды, и часто это одежда религиозная. Вот, это трагедия величайшая, и трагедия, конечно, для… ну, это болезнь нашего мира сегодня. Я уверен, что те христиане, которые были в храмах Шри-Ланки в эти пасхальные дни, они, как святые мученики, уже давно празднуют Пасху в Царстве Небесном. И этим людям мы уже можем молиться о том, чтобы они хранили нас и уберегали от подобных случаев. Но, тем не менее, мы видим, что эти террористические акты, они возможны не только среди ислама, но и среди мусульман, и невозможно. К сожалению, в этом мире, в любой точке, где человек заражен ненавистью, заражен какой-то идеологией, крайней идеологией, которая пытается выстраивать свой путь на подавление, уничтожение свободы, мнений путем запугивания, путем вот таких вот страшных вещей. Страшных вещей. Очевидно, что эти вещи никогда не достигают цели той, которую ставят террористы. Они не достигают цели, но приносят огромное количество горя и страданий людям. Чем, на ваш взгляд, можно объяснить устойчивое выражение «религиозный фанатик», потому что, когда мы говорим о религии, очень часто говорим, в том числе и о фанатиках, это относится не только к исламу, но и к христианству. Конечно, конечно. Это можно найти религиозный фанатизм в любом религиозном движении, в совершенно любом религиозном движении. Всегда крайняя форма религии, которая начинает тяготеть к идеологии, которая тяготит к очень экстремальным формам так называемой своей выражения, своей либо веры, либо того, что человек подразумевает под верой, становится крайне опасным для окружающих, потому что это крайняя форма гордыни, нетерпения, крайняя форма самоуверенности в том, что только он один знает истину, и только за ним стоит вся правда. Такие формы фанатизма можно встретить везде, в том числе и в нерелигиозных движениях. Мы можем увидеть фанатизм в совершенно, так сказать, каких-нибудь очень крайних проявлениях, скажем, и консервативной, и либеральной идеологии. А эти люди, которые доводят любую идею до степени патологии, понимаете, а все можно довести до крайней степени патологии, собственно говоря, являются фанатиками. Просто в религиозной сфере это наиболее ярко и наиболее часто проявляется, к сожалению. Почему, на Ваш взгляд, то есть религия в этом смысле является такой плодотворной почвой для людей с таким фанатическим складом, может быть, характером? Потому что религии исповедуют абсолютные вещи, понимаете. Любая религия предполагает то, что она обладает истиной. Причем каждая в религиозной системе будет настаивать на том, что именно она обладает истиной. И вот обладание истиной, которой кажется, что ты уже обладаешь истиной, только потому что ты член этой организации, на почве гордыни личной или на почве не очень устойчивой психики может приобретать самые-самые крайние формы. Поэтому в религии всегда речь идет о неком обладании знаний того, что правда на моей стороне. А кто не с нами, тот, соответственно, против нас. Что касается православия сегодня в Европе, вот ввиду такой глобализации, насколько христианская вера, она уязвима сегодня? Ну, вы знаете, христианская вера, она принципиально уязвима, потому что она изначально стоит на распятии Иисуса Христа, Господа нашего, который открыл себя для вот этого поношения, поношения, для уязвленности. Он взял на себя наши немощи, как говорит пророк Исаия, и понес наши болезни. Христианство в его евангельском открытии, не в идеологической форме, не в исторической форме церковной, не в формах таких вот исторических драм, которые нам, к сожалению, известны, а в самой евангельской своей открытости и полноте, оно очень уязвимо, потому что это самое очень открытое исповедание. Это даже нельзя назвать религией, по сути. Христианство приобрело религиозную форму, которая огрубила христианство само по себе, но само христианство, конечно, выше любой религии, потому что это, во-первых, очень личностный путь, богообщение, а потом это предельная открытость для Бога и предельная открытость для человека. Предельная открытость предполагает уязвленность, в принципе, возможность быть гораздо более уязвленным, нежели когда ты постоянно прячешься, закрываешься, уходишь в убежище или сам накрываешься каким-нибудь непробиваемым панцирем. Христианство сегодня в его исторических формах да, тоже очень уязвимо, потому что это историческое христианство, оно, конечно, очень одрехлело. Без всякого сомнения, это историческое христианство находится в той самой степени, о которой сам Христос однажды сказал, что вино новое нельзя вливать в старые меха, потому что старые меха прорвутся. Вот эти старые меха готовы прорваться в любой момент. Религия и вера. Может ли верующий человек быть нерелигиозным? Вот приходится часто слышать свое мнение, что мне для общения с Богом не нужна церковь, потому что я общаюсь напрямую. Дело в том, что эти люди просто не очень понимают, о чем они говорят. И, видимо, говорят о той самой внешней церковной оболочке, которая знакома людям по историческим формам церкви, и не понимают, что такое церковь. Потому что они говорят, что мне, скажем, для общения с Богом не нужен посредник. Видимо, посредником является священник. То есть я. Ну, а мне тогда нужен посредник в общении с Богом или не нужен? Вот тогда для меня кто посредник в общении с Богом? Я, значит, общаюсь с Богом напрямую, а любой другой человек общается с Богом не напрямую. Понимаете? Это, конечно, глупость полная. Это, как бы сказать, форма невежества такого, потому что это не форма веры, а форма такого состояния, когда человек думает, что он верит в то, что что-то там такое неопределенное есть. А кто его Бог? Каков он? Что этот Бог от него хочет? Каким Бог хочет тебя видеть? И что он о тебе задумал? Человек, в общем-то, не очень интересует, потому что, в принципе, ему Бог нужен для время от времени разрешения каких-то житейских ситуаций. То есть я Богом пользуюсь в случае каких-то сложных обстоятельств в жизни, а потом, собственно говоря, мне совершенно не важно, есть там Бог, нет там Бог. Пока у меня всё в порядке, я живу как будто Бога нет. Понимаете? Поэтому эти разговоры якобы верующих людей, они, ну, как бы сказать, носят совершенно такой банальный, и, ну, конечно же, ну, характер такой невежества, потому что верующие люди всё-таки, они религиозны именно в том смысле высокой религиозности, что религия – это само слово «религар» и глагол латинский, значит, обозначает связь. Да и само слово «вера», она в русском языке однокоренное, это однокоренное слово, со словом «верёвка», «вер». То есть тот канат, та верёвка, которая протянута от земли на небо, по которой ты хочешь или не хочешь, но на это небо взбираешься. Это та самая связь, которая тебя делает вот единым с самим Господом, который не видим, не постижим, его невозможно описать, его невозможно до конца постичь, но, тем не менее, он открыт для каждого человека, кто хочет его узнать. И поэтому всё-таки это очень серьёзный и глубокий путь и ума, и души человечества, и всей его жизни, конечно. Ну вот, в начале нашего разговора мы говорили об исламизации, о исламской угрозе. На ваш взгляд, может ли православный священник говорить с мусульманами и пытаться проповедовать им христианство? Насколько это необходимо и правильно, на ваш взгляд, учитывая, что сразу вспоминается история Данила Сысоева, священника, которого убили, он был убит, его застрелили, и, по версии следствия, это произошло именно по религиозным соображениям. Вот, как известно, он нелетко проповедовал христианство именно мусульманам. Что вы думаете об этом? Я знаю, что отец Данил в таких открытых диалогах встречался с мусульманами в Москве, и они рассказывали друг другу в том числе о своей вере. И мусульмане говорили о себе, и отец Данил говорил о себе эти диалоги. Царь Данила всегда носил очень мирный и открытый дружественный характер. У него действительно было такое глубокое желание поделиться христианством с огромным количеством трудовых мигрантов, которые постоянно приезжают в Россию. Но мне кажется, что агрессивное миссионерство никогда не приносит хороших, добрых плодов, если вы об этом у меня спрашиваете. Надо ли мне, как священнику, идти в мечеть и проповедовать христианство? Нет, конечно. Мне кажется, было бы странно, если какие-то мусульмане шли ко мне в церковь и начинали, ну как бы сказать, меня не спросив, что-то там проповедовать. Мне кажется, это просто невоспитано, что ли, невежливо. Но если кто-то позовет меня и попросит меня рассказать о своей вере, я с радостью это сделаю. Ну вот вопрос от нашей радиослушательницы. Елена у вас спрашивает, почему отец Алексей удалился из социальных сетей? Они ведь тоже площадка для миссионерства. Я иногда пребываю в социальных сетях, но только под немножечко зашифрованным именем. И я, ну, стараюсь там иногда свои проповеди какие-то публиковать, какие-то, может быть, статьи и так далее. Но не очень широко. Я не думаю, что социальные сети, ну, для кого-то, да, для тех людей, для кого-то это миссионерская площадка, без всякого сомнения. Ну, я, ну, для меня, например, это, ну, достаточно условная миссионерская площадка. У меня есть достаточно много других способов так заниматься, и миссионерством, и просветительской работой. Поэтому для меня это не такое важное пространство, как мне кажется. Потом это пространство, оно, к сожалению, оно очень агрессивное, и оно какое-то безадресное, понимаете. Я же не вижу и не слышу тех людей, к которым я обращаюсь. А для меня это очень важно, знать реакцию человека на мои слова, видеть его лицо, вот, чувствовать его. Тогда я понимаю, мои слова имеют какой-то смысл, или это они просто брошены на ветер. Ну, сейчас нередко священники ведут блоги в интернете. Вот как вы относитесь к такому понятию, как православный блогер? Да, вполне, вполне нормально. Есть священники, у которых это очень, очень хорошо получается. Ну, и дай Бог им помощи в этом, и мне кажется, что вот те люди, у которых это хорошо, замечательно идет, пускай они этим занимаются. Ну, вот насколько, на ваш взгляд, блогерство, так называемое, это такая, может быть, это может быть такой скользкой дорожкой для священника, если, например, какие-то определенные риски, связанные с той популярностью, которую зарабатывает священник в интернете. Потому что, также опять вспоминается история священника Владимира Головина, который был лишен священного сана. Но если так обобщить, по крайней мере, как пишут в СМИ, в частности, из-за того, что он ввел очень активную деятельность в интернете. Ну, я думаю, что если бы это была просто активная деятельность в интернете, это было бы очень хорошо и прекрасно. Но, скорее всего, в конечном итоге это стало такой, скорее, коммерческой деятельностью во многом. Вот. И созданием вокруг себя определенного круга вот таких людей, которых уже можно было назвать адептами отца Владимира Головина, которые, как бы, все увлечены в какое-то некое общее пространство, некой очень странной молитвенной формы, которая называлась молитвой по соглашению, которая была введена как практика и придумана, собственно говоря, вот этим священником. Мне очень жаль, что отца Владимира Головина лишили сана. Мне кажется, это совершенно излишняя мера, совершенно ненужная, потому что, мне кажется, что все-таки достаточно надо иметь и терпение, в том числе, к ошибкам человека. И к тому, что человек даже, может быть, в такой ситуации, которая, может быть, слишком далеко зашел и увлекся самим собой, и увлекся своей популярностью. Там, конечно, популярность была огромная. Ну, как у рог певцов, примерно, такая же. Вот. И это, конечно, не каждый человек может понести, и не каждый на это согласен. Тем более, там это еще связано было с большим количеством паломников, приезжающих, людей, которые присылали свои деньги за особую молитву, которая там шла. Это вообще для меня вещь неприемлемая. Вот. И, конечно, там было много странного, без сомнения. Но, тем не менее, мне кажется, что все-таки у нас должно быть терпение к ошибкам друг друга, и мы должны как-то иметь возможность находить какие-то иные формы. разговоры с людьми, которые, кажется, нам отступили куда-то. Там невозможно. Ну, для священника лишение само, это почти что лишение жизни. Это же ужасно. Как же дальше жить? Вот. Человек поставлен какие-то совершенно невероятные условия. Он загнан в углы, ему некуда дальше идти. Правильно? Не знаю. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв. Буквально несколько минут прервемся, а затем вернемся и продолжим наш разговор. Мы продолжаем. Это программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами священнослужитель Русской Православной Церкви Протеерей Алексей Уминский. Отец Алексей, еще раз здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Телефон у нас, да, звонок от радиослушателя. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Александр. Да, Александр, задавайте вопрос, пожалуйста. Вопрос к вашему гостю. Вот не случайно ведущий так сказать вопрос о вере и религии. Я не думаю, что это форма, так сказать, невежества. Это церковь порождает такие сомнения. Вопросы, какие у меня к вам. Значит, почему церковь заигрывает с государством, которое ведет антинародную политику, пенсионную реформу, ни слова церковь не сказала, поддержала Зеленского. Это первый вопрос. Второй вопрос. Вот есть слова такие Анны Златоустой. Война лучше мира, если мир не ведет человека к Богу. Как вы прокомментируете? Спасибо. Спасибо вам, Александр. Да, отец Алексей. Да, отец Алексей, слышите ли вы нас? Я вас слышу, да, хорошо слышу. Да, вот, теперь вы вернулись. Да, Ну, конечно, надо сказать, что историческая форма существования церкви за последние, там, я не знаю, больше, чем полутора тысячи лет, связанная с тем, что церковь становится имперской религией, христиан становятся имперской религией при эпоху Константина и в Римской империи и так далее, оно привычно существует в рамках общения внутри государства. И церковь может существовать либо в такой полной свободе, либо в период сгонения, когда государство начинает давить на церковь и церковь уничтожать, и тогда церковь по-настоящему обретает свободу. Но вот сейчас, когда только кончаются какие-то сложности в отношениях церкви и государства, когда государство приветливо относится к церкви, когда ничто в законодательном пространстве не мешает церкви развиваться свободно, оказывается, что церковь не готова к таким отношениям свободы, потому что исторически, ментально, церковь привыкла все время опираться на государство. И это, конечно, наша проблема сегодняшнего дня. И мы видим, как эта проблема подводит церковь на Украине и одновременно существует там церковь, которая признана государством и получившая Томас от Константинополя и так далее и тому подобное. Как там существует каноническая церковь, которая принесет московскому патриархату, и как идет сегодня в Украине вот это странное такое положение, на чьей же стороне окажется государство. Государство здесь оказывается серьезным игроком в жизни церкви. С одной стороны, церковь начинает возмущаться, что, ну, скажем, одна из вот этих церквей начинает возмущаться тем, что вот государство начинает неправильно себя вести по отношению к этой церкви, но другая церковь говорит, нет, нет, все правильно, государство себя хорошо ведет по отношению к нам. Вот это, конечно, абсурдная такая история, которая видна сегодня невооруженным глазом, и которая показывает, насколько вот эти отношения действительно сегодня для церкви достаточно опасны, и, к сожалению, я должен признать правоту нашего, лично для моего сожалению, правоту нашего радиослушателя, который ставит вопрос очень ребром. Вот. Почему церковь заигрывает с государством? Потому что церковь не научилась жить в пространстве реальной свободы. И это очень сложный, тяжелый путь. Это очень сложный путь. Церковь все время пытаются использовать в качестве идеологического аппарата. Вот в Украине пытаются ее использовать в качестве такого национального идеологического аппарата. Мы, украинская церковь, и мы только, мы связаны именно с нашим национальным самосознанием сегодня, потому что мы отделились от России. А в России это совсем другая история сегодня. Церковь тоже пытается быть идеологическим аппаратом, потому что советская власть прошла, целое пустое пространство без идеологии, значит, церковь будут использовать, чтобы она теперь встала на это место и свои ценности и скрепы, значит, переносила в общество. Но церковь не должна в принципе этим заниматься. У церкви одна задача, вот эту вот веревочку протянуть, соединить человека с Богом, сделать так, чтобы человек шел по спасению. Вот. А что касается второго вопроса, я вот знаю, что я немножко забыла, как он звучал. Слова Иоанна Златоуста о том, что если... Это не совсем точная цитата из Иоанна Златоустого. Вот. А смысл ее в том, что твое благополучие, личное благополучие, если оно тебя отделяет от Бога, если ты забываешь о Боге в своем маленьком благополучном мирке, то лучше пускай этот маленький мирок будет разрушен. Но ты останешься с Богом. Вот смысл этой цитаты. Но отнюдь не то, что Иоанн Златоуст призывает к войне, не дай Бог. Вот недавно у нас в эфире был Всеволод Чаплин, который поставил под сомнение «Абсолют истины не убей». Он сказал, что если, допустим, речь идет о защите Отечества, то эту заповедь можно нарушить. Вот как вы считаете, так ли это действительно? Можно ли заповеди интерпретировать и трактовать по-разному в зависимости от ситуации? Ну, заповеди, они вечны, потому что они даны нам от Бога. И заповедь «Не убей» она абсолютно всегда звучит одинаково. Вот, «Не убей ребенка во чреве матери» и в том числе незатеямой войны. Война – это тоже убийство. Другое дело, что, конечно, мы прекрасно понимаем, что если идет речь о защите своего Отечества, тебе так или иначе приходится брать в руки оружие. Но это не значит, что ты эту заповедь, как бы сказать, что она тебе не касается. Теперь иди и убивай. У тебя есть карт-бланш на убийство. Ничего подобного. Ничего подобного. Это тоже грех. Ну, просто это, ну, как тебе приходится выбирать через двух зол. Мир нам не ставит, очень часто, не ставит возможности выбирать между добром и злом. Было бы прекрасно, если бы у нас была такая четкая возможность. Вот это добро, а это зло. Это от Бога, а это от дьявола. И мы выбираем. Но чаще всего нам приходится выбирать в этом страшном изолганом в мире между двумя формами зла. И вот когда ты защищаешь свое отечество, когда ты берешь в руки оружие, чтобы защитить свою семью, свой дом, своего ребенка, свою жену, да, тебе приходится стрелять в ответ и ты убиваешь. Но это все равно убийство. Просто ты выбрал ту форму, которая приведет к меньшему злу, нежели, если бы ты этого не сделал. Вот и все. И это надо понимать, это всегда понимали. То есть Бог ставит человека перед выбором? Мы все время, каждый день стоим перед выбором. Мы сегодня проснулись, вот, и каждый день мы выбираем. Чуть-чуть, понемножечку, каждый, вот так выступить или так, так подумать или так. У нас каждый день выбор наш, маленький или большой. Но мы всегда выбираем. Поэтому мы так осуществляем нашу свободу. Вот еще Елена спрашивает вас, у христиан считается, что живем один раз и воплощение на Земле одно. Но почему же тогда люди рождаются в таких неравных условиях, а кто-то вообще погибает в детстве, ведь погибший ребенок не успеет дойти до конечной цели любой души, просветления и любви? А я не знаю. У вас нет ответа на этот вопрос? А на этот вопрос нет ответа. Есть тайна человеческой жизни. Я тоже, вот я не знаю, почему я родился. Меня никто не спрашивал, хочу я рождаться на Земле или не хочу рождаться на Земле. Вот. Это есть в нашей жизни достаточное количество тайна, которые не разрешаются простым, как бы сказать, мы этим очень, что нужно. Я вам сейчас отвечу на все ваши вопросы. Я все знаю всю истину, сейчас вам расскажу. Нет, конечно. Тайны человеческой жизни, ну, может быть, когда-нибудь, когда мы действительно уже окончательно воскресены для вечной жизни, какие-то тайны Господь нам откроет и разрешит и покажет нам. Но чаще всего, может быть, нам даже будет это и не важно. Потому что в своей прощальной беседе с учениками, когда Христос говорит о том, как мы вместе с ним будем пить новое вино в Царстве Небесном, Он говорит, в тот день вы меня ни о чем уже спрашивать не будете. Вот. Поэтому я не знаю, как. Не знаю, почему. Ну вот у Елены еще один вопрос, он, как она пишет, из предыдущего вопроса вытекает следующий. Душа приходит в животный мир хаоса и борется с ним, как получится. Или все предопределено заранее, и любые проблемы, и любые проблемы это добровольный выбор души? Человек наш действительно рождается на земле только раз. И наша жизнь нам дается на этой земле для того, чтобы мы действительно прожили ее достойно и прожили его в богопознании, прожили ее так, чтобы встретить в этой жизни Бога, понять его волю о себе, вот, и пронести эту волю достойно, исполнить ее максимально до конца. Наша душа свободный человек обладает свободой именно потому, что человек есть образ Божий. Образ Божий это значит, Бог в нас отобразил себя, Бог отобразил себя в каждом человеке своими божественными качествами, творчеством, любовью, милосердием, добром, в том числе свободой, ну, разумом, конечно, и свободой. Бог свободен, и человек свободен. Вот, и поэтому человеческая жизнь, она, конечно, свободна. Вот, мы поступаем так, как принимаем решения за свою жизнь сами и отвечаем за наше решение сами. Вот, часто мы делаем ошибки, часто мы уходим не туда, у нас есть возможность даже что-то исправить в своей жизни, даже признать свою ошибку и что-то поменять. Но, тем не менее, человек совершенно свободен. Но Бог при этом еще имеет понятие такое всеведение. Бог знает все о мире, потому что Бог существует в вечности, а человек существует во времени. Вот. И вот божественное всеведение это тоже еще одна тайна. Но человек не предопределен таким образом, что его рок и судьба и фатум и карма правят им. Что бы он ни сделал, что бы он ни пошел, в его карте, в его жизни уже все записано заранее. Конечно, нет. человек свободен существует. У нас много звонков. Примем еще один. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. У меня два вопроса. Первый вопрос такой. Существовали ли когда-нибудь в христианских догматах понятия о реинкарнации? И второй вопрос. Вы говорили, что христианство это лучшая религия. А как вы относитесь к буддизму? Я, допустим, считаю, что буддизм лучшая религия. Почему нет? Спасибо вам за вопросы. Вы имеете право считать буддизм лучшей религией. Но дело в том, что просто буддизм, ну, если так сказать, вот посмотреть классические книги по реальговедению, буддизм, в общем, не считается религией. Вот. Буддизм все-таки такая форма философии и даже форма атеизма, богоотрицания. Потому что Будда в буддизме не считается Богом. Будда – это человек. И никогда ни один буддист Будду Богом не назовет. Вот. И форма жизни буддизма – это форма подражания Будде, форма достижения некого просветления. Собственно говоря, Бог в буддизме не нужен. И поэтому, конечно, для вас это может быть прекрасной, замечательной формой вашего мировоззрения, вашего миросозерцания. Пожалуйста, вы свободный человек для выбора. А в христианстве, в классическом христианстве, в апостольском христианстве никогда не существовало никакого учения о реанкарнации. Никогда. Еще у нас есть звонок. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Задавайте вопросы нашему гостю в прямом эфире. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый, Константин. Да, Константин. Я думаю, что тему образа и подобия своему лучше не трогать, потому что она прямо противоречит двум прямо противоположным утверждениям. Если человек создан по образу и подобию Бога, значит, он также бесконечен и бездесущ. Да, задавайте вопрос. За мнем для ясности, да. А вопрос заключается в следующем. По поводу заповедей хочу к ней вернуться. Известно, ну, вернее, написано в книге, что первую редакцию заповедей Моисей разбил, когда увидел, что его последователи поклоняются Золотому Цельцу. Он второй раз поднимался на гору, второй раз получил эти заповеди, скрижали, потому что первый он расколбасил от власти. И вот у меня вопрос вашему гостю. Где гарантия того, что вторая редакция заповедей идентична первой, потому что они были ему вручены уже после того, как он разгневался и увидел поклонение Золотому Цельцу, и что они не были отредактированы с условием этой ситуации. Спасибо. Да, спасибо. Никаких гарантий, никакая религия, тем более христианская религия, человеку не дает, потому что религия предполагает веру, веру и доверие, доверие священному писанию и доверие самому Богу. Вот, поэтому никаких гарантий, ни христианская вера, ни библейская вера вам дать не могут. Хотите, верьте, хотите, не верьте. Тут ваша свобода. Ну, а что касается вашего неудоумения по поводу того, что человек не везде сущий и не бесконечен, ну, как вам сказать, здесь вообще-то надо понимать, что божественные свойства даны человеку в абсолютном значении, как у Бога самого, потому что Бог действительно безграничен в своих свойствах и абсолютен, а человеку они даны в определенных таких, знаете, потенциях, в определенном развитии. Вот, это развитие человека и его образа Божия на земле не кончается. Оно бесконечно продолжается в Царстве Небесном. Что касается вездесущности нашей, да, вот я сейчас сижу в Москве, а вы меня видите в Риге. Вот, это вот сейчас я здесь и здесь, и здесь, и здесь. А мысли мои в этот момент в Нью-Йорке, потому что там живут мои друзья, а еще куча мыслей моих же, и я там присутствую в этих мыслях, на другом конце планеты. Пожалуйста, вот я и вездесущий, вот я и везде. Вот, а что касается моей бесконечности, это моя глубина, которую доложил мне Господь, это моя глубина. Я такая же тайна, как и вы. Мы с вами очень таинственные в глубине нашей души. Познать друг друга до конца мы с вами не сможем. Поэтому Царство Небесное нам еще много-много о нас с вами раскроет. Дай Бог нам с вами там встретиться. Вот сейчас много говорят о том, что в ближайшие десятилетия или столетия скорее будет открыта возможность создания или там по крайней мере приблизиться к бессмертию, в плане сознания его можно будет занести в компьютер или каким-то другим способом. Ну, ученые, в общем-то, предполагают, что этот вопрос может быть решен. С религиозной точки зрения это является проблемой? Ну, мы можем бесконечно продлевать человеческую жизнь. Я думаю, что у ученых конечно же будет возможность человеческую жизнь продлевать. Суть по тому, как сама Библия нам говорит о том, что люди в первые там периоды своей жизни там жили там тысячелетия, у них были очень долгая-долгая-долгая жизнь, только потом после потопа Господь сократил дни жизни человека на земле. Я думаю, что сама потенция человека в этом смысле тоже очень велика. И продлевать жизнь на земле будет довольно долго. Но зачем? Я думаю, что все-таки учение церкви очевидно здесь. Мы ждем второго пришествия на земле, и мы знаем, что этот мир рано или поздно кончится. Рано или поздно этому миру настанет конец. Потому что Бог задумал нечто лучшее о нас и ждет о своем небесном царстве. Поэтому вечности человек изобрести не сможет. Человек все-таки не Бог. Да, еще у нас есть звонок. Слушаем вас. Добрый день. Добрый день. Давайте вопрос. Григорий. Вопрос такой, как ваш гост думает, религия и вера чем отличаются? Потому что мое мнение такое, что вера это одна единственная, а религий много. Мне кажется, религия это как бизнес, чтобы поработить и испугать народ, чтобы на них можно было влиять. Да, спасибо вам. Мы частично затрагивали эту тему сегодня. Ну вот религия как вера. Да, мы затрагивали. Религия это некая форма веры. И эта форма веры может быть очень разнообразной, в том числе как форма манипуляции. Совершенно верно. Я могу согласиться с нашим радиослушным, что часто религиозные формы были использованы таким вот самым низменным способом. Но тем не менее человеческая вера нуждается в неком как вам сказать как и все драгоценное оно нуждается в некой оправе. Оно само по себе требует некого пути и некого в содержании должно иметь некую форму. Главное, чтобы эта форма содержанию соответствовала, а не подавляла это содержание. Понимаете, вот подчас бывает так, что религиозная форма настолько тяжела и исторически уже отжила, что она само содержание настолько подавляет, что его и не видно бывает. Но тем не менее это так. А что касается, что много разных религий, а веры одна нет. Веры у нас разные. Это только опять-таки с точки зрения знаете, какого-то такого непонимания и не совсем знания того, что разные веры можно об этом говорить. Мне все время по этому поводу вспоминается фильм Мимино, где там идет группа японских туристов в гостинице России, а навстречу идут два персонажа. Это Фрунзек и губок и карбидзе. И вот тогда эти японцы смотрят, эти русские так похожи друг на друга, говорят японцы. Японцы для нас тоже все на одно лицо. Вот и нам тоже иногда кажется, что веры все, это они об одном и том же, понимаете, веры все одинаковые. Все на одно лицо, как примерно японцы. Или как для японцев все русские. Вот и все. Ну а что касается миссии священнослужителя сегодня в современном мире, вы говорили уже о доверии к Богу, но также немаловажно для многих прихожан, по крайней мере, доверие к священнику. И вот, например, про Террия Андрея Ткачев, который также был в нашем эфире, он комментировал свое, может быть, не самое сдержанное высказывание по отношению к одной из прихожан, к своей прихожанке. И вот, как на ваш взгляд, может ли священник позволить себе быть нетерпимым прихожаном, быть не сдержанным в какой-то момент? Ну, я не буду судить отца Андрея, это его жизнь, это его форма выражения, я знаю, что она многим нравится. Вот. Я себе никогда такого позволить бы не смог. Я не считаю для себя это возможным. И не считаю, что это, в принципе, должно быть в религии или не в религии. Вот. В автобусе или в трамвае, где-нибудь в другом месте. Такая форма разговора с человеком, в моем представлении, не допустима. У нас еще звонок. Да, еще успеем принять, слушаем вас. Как вас зовут? Добрый день, Олег. Да, Олег, задавайте вопрос. Вот, вы знаете, мы всегда говорим о Боге как о некой конкретной сущности. Бог сказал, Бог велел, Бог сделал. Ну, вот отсюда вытекает вопрос. Ну, в принципе-то это не так понятно, что это не конкретная сущность, тем более физическая. Ну, вот отсюда вытекает вопрос. А зачем тогда Бог создал человека, если он заранее знал, что это существо будет несовершенное? Он наделил его разумом, и вот благодаря этой беде, благодаря обладанию разумом, человек будет стремиться к познанию, и рано или поздно он вознамерится поставить себя на одну ступень с Богом. Он уже пошел наперекор Богу. Спасибо вам за вопрос. Ну, прежде всего, Бог – это личность. Прежде всего, Бог – это личность. Не просто сущность, но и личность. И поэтому мы к Богу обращаемся на «ты». Вот. Бог есть любовь. Бог есть любовь. И Бог при этом есть троица. Это три личности единого Бога. Три личности любви. И все, что Бог творит, как мы видим в Священном Писании, и из того, что нам говорит Новый Завет, в том числе, мы говорим, что Бог все творит по любви, из любви. И человек тоже создан из любви. И мир тоже создан из любви. Поэтому в этом мире очень много красоты. Поэтому в этом мире мы любим друг друга. Поэтому в этом мире самое прекрасное, что у нас есть, это возможность друг другом дорожить и друг другу делать добро. И именно этим мы похожи на Бога. И именно ради этого Бог нас всех сотворил, чтобы мы, как свободные люди, умели друг друга любить и быть похожими на Него. У нас это получается плохо. Потому что мы хотим быть похожими на Него, вот той самой гордыни, в которой предложил нам Сатана, то есть Адаму и Еве, еще в районе. Вы будете как Боги. То есть вы будете Боги сами по себе и не будете в Нем нуждаться. Вот. Но мы и так на Него похожи. Мы и так на Него похожи. Особенно после того, как Сын Божий стал Сыном Человеческим. Когда Сын Божий стал Иисусом Христом. Истинным Сыном Божиим. Вот. По этому поводу святитель Афанасий Великий сказал прекрасные слова. Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом. Это тайна, конечно. Тоже тайна, как многое таинственное в религиозной, духовной жизни человека. И невозможно это разложить по полочкам. Вот. Вот этот мир, этот мир, он конечен. Я еще раз повторю, что нас ожидает бесконечный, вечный мир Царства Божия, Царства мира, любви, Царства Божественной Радости, Царства Пасхи. Ожидает нас всех с вами. Вот. В этом Божественном мире Пасхи не будет уже вопросов, зачем и почему. Потому что этот мир очень сложными, очень трагическими путями идет к этой Пасхе. Как сам Христос шел этим долгим, трагическим путем. Путем распятия и путем сошедствия в ад. И мы, каждый из нас, идем этим путем. Но вот кто-то из нас верит, кто-то не верит. И поэтому этот путь выбора, выбора этого пути. Я выбрал для себя этот путь, я им иду. Вы выбрали, может быть, для себя что-то другое. И вы идете другим путем. Но где мы с вами встретимся или не встретимся, это мы не знаем сейчас. Поэтому просто мы идем и живем сейчас в мире нашего свободного выбора. С Богом мы или мы вместо Бога. Вот так вот я думаю. Ну что ж, спасибо, что нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». Протеерей Русской Православной Церкви Алексей Уминский был с нами на прямой связи. Спасибо вам, отец Алексей. Всего доброго и до свидания. До свидания. Всего хорошего. До свидания.